МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пенал как футбольный мяч. В Каспийске шестилетний ребенок до смерти избил котенка. Событие вызвало волну возмущения и озабоченности среди жителей республики. Глава республики Сергей Меликов встретился с дагестанскими военнослужащими в зоне СВО. Он передал им необходимую технику и снаряжение, а также получил награды отличившимся участникам спецоперации. Развитие теологии и ее актуальные вопросы обсуждают на форуме школы молодого теолога. Он собрал более 100 участников из разных регионов России и стран зарубежья. Шесть золотых медалей из десяти возможных. Дагестанские борцы показали лучший результат на международном турнире во Владикавказе. Шестилетний мальчик запинал до смерти котенка в Каспийске. Чудовищный случай запечатлила камера видеонаблюдения в одном из подъездов на улице Омарова. Видео распространилось в соцсетях. На нем ребенок несколько раз силой ударил беззащитное животное ногой, что привело к гибели котенка. Комиссия по делам несовершеннолетних уже отреагировала на этот случай. Установлены личности родителей мальчика. Их семья приехала из соседнего региона. В отношении отца виновного составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка». Штраф до 500 рублей. Случившееся вызвало волну возмущения среди жителей республики. Сложно комментировать. Бывают видео жестокого обращения с животными. Но, наверное, родителям больше обращать внимание на своих детей. Наверное, и так родители старались воспитывать ребенка. Но как-то больше времени проводить с ребенком. Выяснять, чем он интересуется, занимается во дворе с друзьями. Как-то контактировать чаще. Ну, это же все равно тоже живое, как его существо. Оно же непросто. От него же все равно тоже польза есть. Отрицательно отношусь, потому что все-таки животное, живое существо. Его нельзя никак трогать. Иззеваться нельзя. Я думаю, что особо сильно таких детей судить нельзя, потому что от окружения все-таки зависит. Дети сами не виноваты. Но воспитательную работу надо с ним проводить. На территории санатория Каспий состоялось торжественное открытие третьего международного молодежного форума «Школа молодого теолога». В мероприятии приняли участие представители власти, религиозные и общественные деятели, ученые и журналисты. Наверное, основное оружие теологов, чтобы он был объединяющим, чтобы он был переживающим, понимал обстановку, обстановку в стране, в республике, переживал, работал искренно, но и получал, соответственно, огромные знания, развивался. В приветственном слове министр по национальной политике и делам религии республики Энрик Муслимов подчеркнул важность профессии теолога в современном мире. Нам очень необходимо, чтобы теологи росли и их стало как можно больше. В этом нам помогает Дагестанский гуманитарный институт, который выпускает теологов. Форум собрал более 120 молодых участников и экспертов из разных регионов России и зарубежных стран. Актриса Тацкого-Горско-Еврейского театра уже третий год подряд участвует в школе молодого теолога, стремясь углубить свои знания и обогатить свой опыт. Интересно то, как двигаются мысли людей, независимо от их религии, независимо от их нации, и радует то, что эта надежда на светлое будущее, она имеется. Организатором форума является Дагестанский гуманитарный институт при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В Дагестане стартовал 11-й международный межрелигиозный молодежный форум. В мероприятии приняли участие видные деятели государственной власти и общественных организаций, а также ученые и богословы. Нам, представителям конфессии, удается уже очередной раз, 11-й раз показывать всем округам, всей нашей стране, что Дагестан не на словах, не на документах, не на справках, а на делах показывает уникальность нашей республики, что наша республика – это перекресток основных конфессий, что эти конфессии живут в мире, в понимании. И вот уже 11-й раз на очень хорошем уровне наша республика это показывает. Также с приветственным словом к участникам обратился председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Сегодня основное направление молодежной политики и руководства страны заключается в формировании у молодых людей активной жизненной позиции, готовности к участию в межконфессиональной, социально ориентированной и культурной жизни нашего общества. В день открытия на площадке форума была представлена выставка религиозных конфессий. Открылись дискуссионные площадки с виплекторами и программа, организованные централизованными религиозными организациями республики. Глава Дагестана Сергей Меликов посетил зону СВО и встретился с дагестанскими военнослужащими. Он передал им необходимую технику и снаряжение, а также вручил награды отличившимся участникам спецоперации. Меликов подчеркнул важность поддержки военнослужащих и их семей, а также поблагодарил всех, кто участвует в оказании гуманитарной помощи российским защитникам и жителям новых территорий. Дагестан, как отмечают в администрации главы региона, является одним из лидеров по поддержке участников СВО и их близких. Хочу пожелать вам военной удачи, успехов. И вы должны понимать, что все мы ждем вас дома, с победой. И мы вместе с вами и дальше республика будет продолжать оказывать вам посильную помощь, не только для выполнения боевых задач, но и для поддержания ваших семей, ваших родных и близких. Еще раз благодарю вас всех за службу. Спасибо. Всего вам самого доброго. Из рук Сергея Меликова награду получили журналисты Гусейн Гусейнов и Фарид Муслимов, а также имам батальона Каспии Мухаммад Мукош-Дибиров. Футболисты «Динамо» уступили крыльям советов по пенальти. Матч пятого Кубка России проходил в Самаре. Его основное время завершилось со счетом 3-3. К перерыву клуб из Дагестана уступил в три мяча. Ход игры перевернули несколько замен. За 10 минут пребывания на поле форвард Гамита Галаров оформил дубль, а в добавленное время сыграл в роли ассистента. После его скидки отличился другой свежий резервист Абакар Гаджиев. Оформить эпическую победу «Динамовцам» не удалось. Все решила футбольная лотерея. Хозяева лучше исполнили 11-метровые удары, не промахнувшись ни разу. Дагестанские регбистки стали серебряными призерами первенства России. Соревнования среди юниорок до 19 лет проходили в Москве. Турнир собрал шесть лучших команд страны. В стадии плей-офф дружина из Южной Республики разгромила сверстницы из Московской академии регби 64-0, взяв верх над сборной Московской области. Счет 19-12. Остановить наших сумели только хозяйки поля – столичные регбистки. Шесть золотых медалей из десяти возможных. Дагестанские вольники стали лучшими на международном турнире имени братьев Хадарцевых во Владикавказе. Первыми в своих весах стали борцы республиканской сборной Азнаур Таваев, Касум Касумов и тяжеловес Шамиль Мусаев. А вот медали Шамиля Мамедова, Магомеда Нурова и Абдулмажида Кудиева пойдут в зачет сборной Москвы, Ростовской области и Таджикистана. В оставшихся четырех категориях победу праздновали осетинские и якутские вольники. Чемпионы получили от организаторов по пять тысяч долларов.